Салют, дорогие друзья! Это второй выпуск ЕЖИ новостей, второй после очередного перезапуска этой рубрики. Я буду делиться с вами мыслями обо всем, что произошло с Локомотивом за неделю, все, за что зацепился мой собственный взгляд. Особо событий на неделе не происходят с Локомотивом. В целом, последние уже там несколько месяцев ничего не происходит. Даже те события, которые, казалось бы, должны породить волну других каких-то происшествий, все равно, в общем-то, так ничего и не породили. Ушел Плутник, ушел Цинбауэр, пришел Федоров, пришел Нагорных, но об этом я всем уже говорил в прошлый раз, повторяться не буду. Но все-таки за что-то мой взгляд зацепился, и сегодня мы, конечно же, поговорим о матче с Уралом, и в частности о дебюте Егора Погосного, и то, почему этот дебют стал возможным. Сразу четыре игрока из основного состава в Екатеринбург не полетели, поэтому дали шанс молодому. Три футболиста Локомотива попали в состав основной сборной России, еще один игрок попал в молодежку. Конечно, тоже разберем, кто почему попал и кто мог бы попасть, но по каким-то причинам оказался вне списков. Бое-какие подвижки появились на фронте с главным тренером Локомотива. Галактионов стал еще ближе к нашему клубу. Ну, а заодно вспомним про одного из наших бывших главных тренеров. Маркус Гиздаль дал интервью, где рассказал о том, как он себя чувствовал 24 февраля 2022 года. Поехали! Начнем с матча с Уралом. Локомотив сыграл в ничью 2-2, вырвал эту самую ничью буквально на последних секундах, когда уже особо никто и не верил, тем более, что и пропустили мы буквально в добавленное время с углового. Но этот матч, наверное, больше всего запомнится не тем, как Локомотив отбивался от Урала, не тем, как упустил преимущество в один забитый мяч, не хорошей игрой Антона Мирончука, а дебютом Егора Погосного. Егор Погоснов на этот матч вышел явно вынужденно. Еще в пятницу, буквально за сутки до игры, Егор выдал отличнейший матч против Чертанова в матче молодежного первенства. Он там сыграл все 90 минут и не отметился никакими голевыми свершениями, хотя даже один раз пробил впадение через себя. Но главным образом, да, он много бегал, он много защищался и был, на самом деле, одним из лучших игроков того матча. При том, что Вадим Раков забил два гола, при том, что Батраков там попал в топ-5 всего молодежного первенства по инстат-индексу, Егор Погоснов был одним из всех игроков, которого я отметил. Чертанова — это команда, которая умеет атаковать, и, несмотря на крупный счет, Локомотиву защищаться приходилось довольно много. Егор Погоснов с этой задачей справился очень хорошо. И, как обычно бывает, если основной состав хотя бы как-то планирует задействовать игрока молодого в матче основной команды, то дают максимум, самый максимум сыграть — это один тайм, 45 минут. Ну, чтобы, если вдруг там нужно будет его выпустить хотя бы там на 10-15 минут, то он был бы свежим и готовым. В случае с Погосновым это явно не произошло. И Погоснов отыграл 90 минут, а потом вышел еще на 70 с лишним в матче в Екатеринбурге, в своем дебютном матче российской премьер-лиги, где гораздо больше скорости, где гораздо больше интенсивность единоборств. Ну и в целом, да, когда ты выходишь в 19 лет, 18, даже лет он 2004 года рождения, на свой дебютный матч, ножки-то по-любому дрожат, и ты еще толком не понимаешь, что вообще с тобой происходит. Так что 100% абсолютно точно выход Егора Погоснова в матче в воскресенье против Урала был экстренным, неожиданным. Никто этого не планировал. Тем не менее, Егор Погоснов вышел и с листа сыграл так, что теперь тренерскому штабу нужно серьезно задумываться, а кого выпускать на матч со Спартаком? Ну, поправившихся там Макеева едва, или Егора Погоснова, который на самом деле выглядел лучше, чем Дмитрий Баринов и чем Иван Кузьмичев? У себя на бусте я сделал разбор всех действий Егора Погоснова, и могу сказать четко, он не проиграл ни одного единоборства, в который вступал. Что Иван Кузьмичев, что Дмитрий Баринов, что даже мой любимый Артем Карпукас единоборство проигрывали. Егор Погоснов, великан, ростом 1,98, такого себе не позволял. Вес вверх снял, все низом перехватил, по крайней мере, то, что летело рядом с ним. Да, были помарки с подстраховкой Текнезяна, да, много передач он отдал в итоге не вперед, не в развитии атаки, а назад на Даню Худякова, но это и хорошо, и даже ожидаемо. Человек проводит первую игру в российской премьер-лиге, и ему главное не ошибиться. Он и не ошибался. С этим ноль вопросов. Это нас еще раз подводит к мысли, что из молодежной команды, команды под руководством Максима Юрьевича Мишаткина, футболисты выходят готовыми к российской премьер-лиге. Более того, они готовы лучше, чем те, которые все лето, все осень занимались с Марвином Компером, с Йозефом Ценбауэром, с Андреем Федоровым и со всеми другими нашими замечательными тренерами. Да, у Егора Погостного на 70-й минуте начали сводить ноги, но надо понимать, что за плечами у Егора был матч в пятницу с Чертанова, где он пробегал все 90 минут. И я думаю, что если бы не было того матча, то Егор вполне бы весь матч отыграл от звонка до звонка, и, может быть, даже и спас бы нас от гола на 90-й минуте, потому что там не хватило именно вот такого мощного рослого парня в центре штрафной. Ну, что сделано, то сделано. Слава богу, что Найрти Кнезян добежал до нужной зоны и пробил в Егора Филипенко. До этого в основной состав уже попадал Артем Карпукас, который сейчас абсолютно лучший игрок и постоянно выигрывает во всех этих голосованиях за звание лучшего игрока месяца. И, ну, я уже, наверное, всем надоел с этой темой, но я не могу отделаться от мысли, что если бы Максим Юрьевич Мишаткин готовил не одного, двух, трех игроков для основной команды, а всех, то готовыми они бы к российской премьер-лиге были бы гораздо-гораздо лучше, чем они есть сейчас. Но давайте теперь поговорим о том, почему Егор Погоснов вообще экстренным образом был вызван в основной состав. Сразу четыре футболиста из тех, которых мы ждали в стартовом составе, остались в Москве и не поехали в Екатеринбург. И если по троим из них нам хотя бы как-то инсайдеры рассказали о том, что они больны, о том, что они восстанавливались после травмы и ими решили не рисковать, то по Педриньо новостей вообще никаких нет. Ну, точнее, есть те же самые слухи из телеграм-каналов, что, дескать, его отстранили от тренировочного процесса. И действительно, ни на кружках, ни на видео с тренировок, ни на фотографиях мы Педриньо не видим. Хотя видим поздравления ему с 23-летием. Ну что ж, вот такой вот тебе подарок наш любимый бразилец. Среди этих четырех футболистов был Маринато Гильерми, поэтому в ворота на Урал появился Даня Худюков и провел, вообще говоря, очень классный матч. И если Даня будет проводить такие матчи часто, то лично у меня, а я, как вы знаете, хейтер Худюкова, вообще не будет никаких вопросов. Много спасал, нормальные передачи делал, где надо, пытался там выходить на перехватах, играть на выходах. В общем, ну, нормальный матч. Двумя другими футболистами, которые остались в Москве, стали Тин Гедвай и Уилсон Исидор. Тин Гедвай – это центральный защитник, человек, который вроде как изначально был выведен из стартового состава, по крайней мере, не играл в первый матч Андрея Федорова, затем обратно вернулся. Не сказать, что как-то себя круто проявил, поэтому, ну, его статус в команде до сих пор не ясен. Очень многие и эксперты, и болельщики не любят Тина Гедвая и говорят, что от него нужно зимой избавляться. С Уилсоном Исидором ситуация чуть сложнее. У Уилсона Исидор, если вы помните, был даже номинирован на звание лучшего футболиста прошлого месяца, хотя, на мой взгляд, от месяца к месяцу он играет все слабее, слабее и слабее. Кто-то, опять же, говорит о том, что он немножко скучает по БК-БК, который его покинул летом. И Тимур Курская, например, известный инсайдер, прежде всего известный тем, что обещал Сергея Юрана примерно еще в сентябре месяца в качестве главного тренера Локомотива, но как-то забыл о том своем инсайдерском провале и продолжает гнать вот эти инсайды о том, что Исидор воспользуется опцией о разрыве контракта и попытается покинуть команду зимой. Я не говорю, что это невозможно, да, зимой совершенно другие условия, уже нету Цорна, уже нету всего этого глобального проекта, поэтому, да, и, конечно, Исидор может покинуть Локомотив, что ему здесь делать. Но, главным образом смущает то, что игровая форма Уилсона Исидора, она не очень хороша. И многие технические приемы Исидору сейчас даются с огромным трудом. Хотя на видосах с тренировки, вот вы можете посмотреть, Исидор очень круто реализовывает навесы. Сначала Митая, затем Живоглядова, в общем, головой играет очень здорово. Я ждал от Раканьяца, что он будет играть головой, но вот оказывается, что у нас главный Галеодор именно со второго этажа, это Уилсон Исидор. Посмотрим, в матче со Спартаком Исидор будет очень нужен, очень важен. Мы уже посмотрели в матче с Уралом, что Раканьяц это вообще не вариант даже на Урал, не говоря уж о сопернике выше класса. Ну, а у Исидора есть опыт забивания важных мячей в ворота Спартака. Кроме них, насколько я понимаю, травму или болезнь получил еще и Стас Макеев. Поэтому он остался на скамейке и не вышел даже на замену Егору Погосному, когда тот совсем уже не мог продолжать матч. Вместо него вышел Марио Митай и сыграл, на мой взгляд, очень даже неплохо. И опять же, на тренировках Марио Митай выглядит как, ну, полноценный член команды. И не очень понятно, почему его так редко используют. На мой взгляд, футболист довольно хорошего, высокого уровня. И все-таки, что же произошло с Педриньо? Ладно, те болеют, те травмированы и восстанавливаются потихонечку от своих повреждений. Но про Педриньо мы ничего такого не слышали. Его именно что отстранили от тренировок с основным составом. И здесь есть много догадок. Есть совершенно нелепые. Например, о том, что Педриньо очень много жаловался тренерскому штабу на холод. Это звучит очень странно. Все-таки, наверное, бразилец примерно представлял, что такое Россия. О том, что здесь есть холода. И вообще, это очень странно отстранять футболистов за то, что ему не нравится холод. Я думаю, что в команде очень многим не нравятся отрицательные температуры. Играть в ноль. И в целом, я думаю, что не найдется ни одного футболиста, который бы сказал, что О, как классно, наконец-то мы поиграем под снегом на ледяной корке в минус 5. Да, такие условия в России. Да, им нужно соответствовать. Педриньо только приехал. Ему, наоборот, нужно давать поддержку, давать внимание, чтобы он эту адаптацию прошел хорошо. Мы же его взяли и отстранили. И это звучит странно. Есть и другие варианты, за что могли отстранить Педриньо. В частности, в одном из своих интервью Педриньо говорил о том, что он хорошо атакует. И все тренеры всегда заставляли его именно атаковать и не заставляли его обороняться. В то время как тренерская парадигма мышления Андрея Федорова, это, конечно, то, что все игроки Локомотива должны в первую очередь обороняться. Но аж бежать в атаку, это, конечно, кто хочет, кто может, по желанию. И Педриньо, который не особо дисциплинированно в оборону возвращается, конечно, мог что-нибудь сказать Пашинину, Ласькову или тому же Андрею Федорову о том, что не хочу я обороняться. Это вообще не мое дело. Я лучше буду стоять впереди и ждать, когда вы будете на меня закидывать мячи. В общем, как бы то ни было, да, опять же, была какая-то информация, что Педриньо вернут в тренировочный процесс и дадут ему возможность исправиться. Но на тренировках, на фотографиях, на кружочках, я об этом уже говорил, я очень тщательно искал. Никого похожего на Педриньо я так и не нашел. Поэтому я бы не стал сильно ожидать появления Педриньо в матче со Спартаком. Тем более, что и анализируя схему, по которой играет Локомотив, 3-5-2, я, честно говоря, не очень понимаю, куда именно Педру Габриэла засовывать. Он, конечно же, не крайний защитник, и крайним защитникам-то как раз нужно активно возвращаться и играть в обороне. Он, конечно же, не заменит в центре полузащиты Антона Миранчука или Константина Мордишвили. Там, опять же, нужно очень много бегать, много перекрывать зон, много играть в обороне и отнимать мячей. Ну, а оставшаяся двойка, она занята Уилсоном и Сидором, она занята Камано. Да, это футболисты, которые больше играют именно внутри штрафной площади. А Педру Габриэлу нужно пространство, ему нужно разбежаться, ему нужно один в один начать обыгрывать, чего, конечно, в центре штрафной площади вы не найдете. Поэтому я боюсь то, что, ну, до нового тренера, до попыток перейти на схему, например, 3-4-3, Галактионов, в частности, используют такое построение, мы Педра Габриэла не увидим. Но я бы не стал на месте Педриню отчаиваться. В конце концов, это всего лишь несколько матчей на морозе, которые, в общем-то, можно провести и в тепле, с чашечкой чая, в теплом пледе и с большим комфортом. Делать с Наполе, наверное, ему будет абсолютно нечего. Раз уж мы затронули Галактионова, давайте поговорим про него, тем более, что ситуация закручивается все интереснее, интереснее и интереснее. Карп, главный инсайдер по Локомотиву, например, говорит о том, что главным тренером, собственно, нашего клуба будет именно Галактионов и никто другой. И вдруг, совершенно неожиданно, в Нижнем Новгороде глава этого футбольного клуба сказал о том, что они ищут нового главного тренера. И в круге их кандидатов довольно большое количество этих самых специалистов, в том числе Вадим Гаранин, которого, ой, а оказывается, его не уволили из Сочи. И вся вот эта вот неразбериха, которая есть в тренерском цеху российского футбола, она очень сильно поражает. Напомню, что Вадим Гаранин вроде как ушел из Сочи, потом это опровергли, но на матч с Сочи его не было заявлено, и помощник тренера сказал, что Гаранин просто приболел, а игрок Сочи сказал то, что да нет, Гаранин уже со всеми попрощался еще два дня назад. Но при этом само Сочи отставку Гаранина опровергает. В общем, такая вот странная катавасия. И она, соответственно, запустила маховик вопросов, и отвечая на вопрос, может ли Гаранин рассматриваться главным тренером Нижнего Новгорода, Равиль Измайлов вдруг неожиданно сказал, что ну да, у нас большое количество специалистов рассматривается на пост главного тренера. Но главный тренер у Нижнего Новгорода и так есть, это Михаил Галактионов. И еще буквально там несколько дней назад тот же Измайлов говорил о том, что ему ничего не известно о переговорах Галактионова с Локомотивом, и вообще-то обращаться по этому поводу нужно именно к нему. В общем, очень странная ситуация, но такое ощущение, что Галактионов действительно доиграет вот этот вот последний матч чемпионата, который состоится в эти выходные, ну и затем ближайшим Сапсаном из Нижнего Новгорода все-таки приедет в Москву уже возглавлять Локомотив. Это наш тренер, у нас с ним контракт, он выводит команду, он тренирует команду. Все, 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 все. А теперь давайте к делам чуть более отдаленным. Это сборная России, которая объявила состав на свой сбор, на товарищеские матчи с великолепными сборными, в частности со сборной Таджикистана, где будут играть, ого-го, основным составом. Причем это было прописано отдельным пунктом в договоре о товарищеском матче. В этот самый состав сборной России Карпин включил целых трех футболистов Локомотива, что, ну, наверное, несколько неожиданно для клуба, который идет на 14-м месте. Но там, естественно, Дмитрий Баринов, без которого Карпин не представляет сборную России. Там Антон Миранчук, который некоторое время из сборной выпадал, но теперь вернулся. И он действительно провел два прекрасных матча, что с ЦСКА, что с Уралом. С Уралом у Антона один гол и одна голевая передача. Но главным образом именно статистика Антона Миранчука говорит о том, что он вернулся. Он активно влияет на игру, он хорошо открывается, он много выигрывает единоборств. В общем, ура, ура, скрещиваем пальцы. Дай бог, чтобы Антон и так дальше сохранил эту свою форму и набрал еще новые кондиции уже на сборах. И весной выдал какой-нибудь супер отрезок. Очень сильно этого от него ждем. Ну а третьим сборником стал мой любимый Артем Карпукас. Я очень этого ждал. И мне кажется, что Артем Карпукас мог бы попадать в состав основной сборной еще на прошлый сбор. Но тогда его взяли попробоваться в молодежку, где он хорошо себя проявил. И буквально одного сбора оказалось достаточно, чтобы его порекомендовали уже в главную сборную. В прошлый раз я уже рассыпался в комплиментах к Артему Карпукасу. Карпукасу лучший игрок месяца. И болельщики оказались со мной согласны. Они тоже проголосовали за Карпукаса. Феноменальная статистика, по которой он опережает всех подбором в полтора раза минимум. Отличная игра практически в каждом матче. Очень стабильная. И на протяжении вот этих вот 16 туров, которые у нас прошли, Карпукасу нету практически никаких претензий. Да, в матче с Уралом он накосячил. Именно его игрок выпрыгнул на угловом и сыграл головой. Но это скорее вопрос к главному тренеру, к вратарю, может быть, о том, как расставляются эти игроки. И почему Карпукас оказался играть против Каштанова, который выше его там сантиметров на 15. И никто ему там не помогал с этим. Да, и в целом, да, не будем снимать вину с того же Дмитрия Баринова, который упустил Гозинского. И много факторов сыграло в этом голе. Да, но Карпукас, конечно, тоже отчасти в нем виноват. И вина эта довольно большая. Но в остальном, ну какие могут претензии к Артему, он по-прежнему выдает топ-матч за топ-матчем. Именно по статистическим показателям и по визуальным. Очень рад за него. И напомню, что 2022 год для Артема Карпукаса начался с того, что его не взяли на зимние сборы, которые проводил Маркус Гиздаль. Его вообще не взяли. Он тренировался с Казанкой. Начал этот сезон. Он вообще в матче молодежного первенства против Спартака. Его и из Казанки, в общем-то, отправили куда-то подальше. Но затем произошло какое-то событие, после которого Карпукаса резко вызвали в основную команду. И так совпало, что именно в этот период Артем Карпукас сменил своего агента на того человека, который чуть ближе к Леонченко, чем его предыдущий агент. Задавали этот вопрос прямую Тому Суцорну и Владимиру Леонченко. Мол, как так получилось, что вы не берете игрока на сборы. Потом он меняет агента. Вы тут же с ним переподписываете контракт. И он становится игроком основного состава. До такой, что все девятся, а как вы раньше вообще не замещали такой талант. Они говорят, нет, просто совпадение. Ну что ж, будем верить в просто совпадение. Ну и закончим тогда событиями примерно того самого времени. Маркус Гиздаль, долго-долго молчавший, в отличие от Фадлу Дэвидса, высказался по поводу того, что он чувствовал, когда 24 февраля вдруг неожиданно сорвался и покинул локомотив, никому ничего не сказав. В целом, конечно, интервью не очень интересное, мало информативное. И оно больше именно об эмоциях Гиздаля. О том, что он приходил в команду именно строить ее. Что ему очень нравилось работать с рангником. Очень нравилось работать с Корнеткой. Они шли в одном направлении. Немножко не получалось осенью, потому что нужны были футболисты, которые понимают эту стратегию. Быстрые, активные, напористые. И что он уверен, что весной у них бы многое могло получиться. Но 24 февраля, как и для многих, очень многих людей, перевернуло всю его жизнь. И он чувствовал себя максимально некомфортно. И уехал из Москвы, где команда в тот момент находилась. И ожидал решения по матчу с Краснодаром. Будет он, не будет. Его в итоге перенесли из-за закрытия аэропорта. Ну и Гиздаль тоже уехал. Сначала один рейс ему отменили. Но он взял билеты, соответственно, в Стамбул. И через Стамбул уже уехал к семье. Где в итоге сказал, что ни о чем не жалеет. Что работать в той обстановке он не мог. Я Маркуса Гиздаля не осуждаю за это. Но я уверен, что, конечно, попрощаться с командой. Попрощаться с руководителями, с которыми он так хорошо общался. Которые его позвали в этот проект. Он был обязан. Ну, так поступает любой нормальный человек на его месте. И, собственно, другие тренеры. Как мы знаем, тот же Фарки в Краснодаре. Который тоже уехал в тот же самый день. Он все-таки попрощался с Галецким. Это нормально. Гайя Гиздаль же такого не сделал. И, судя по всему, какого-то вот именно своего личного участия в Локомотиве он не чувствовал. Ему нравилось работать с Корнеткой. Ему нравилось работать с Рангником. Ему нравилась возможность построить большой проект. Но не то, что он как-то переживал за конкретных ребят. То есть душой к ним он так и не успел прикипеть. Поэтому уехал очень легко и просто. Я, в принципе, из всех тренеров, которых назначал Цорн и Рангник, Гиздаль котирую выше всех. На мой взгляд, Гиздаль это именно что нормальный тренер, который поставил Локомотиву нормальную игру. Да, у него там не получалось именно по осени. Но какой состав был у Гиздаля, это же кошмар. Да, я уверен, что весной с нормальными футболистами, с Исидором, с Кухтой, он действительно мог бы зажечь и подарить нам несколько ярких матчей. Ну, я думаю, что не случись вся вот эта ситуация, то и сейчас мы бы находились в турнирном положении гораздо лучше, чем то, в которое нас загнали Цинбаур и Компер, которые тренерами, на мой личный взгляд, ну, как оказалось, не являются. Так что это все. Еще один пункт, по которому жалко, что все это произошло. Еще один пункт, почему Локомотив резко вдруг, неожиданно покатился под откос. И все те прогнозы, все те чаяния, которые лично у меня были в начале этого года, я думал, что наконец-то я получу Локомотив, который развивается так, как я хочу, и будет бороться за самые высокие места. Почему этого всего не случилось? Я вот думаю, что с Маркусом Гиздалем мы бы точно не были сейчас на той позиции, на которой находимся. Либо Маркус Гиздаль спокойно бы оставил клуб летом, и спокойно бы в клуб пришел человек, который бы продолжал идеи Маркуса Гиздаля, а не то, как это у нас получилось в итоге. В общем, грустно, очень грустно, и не хочется заканчивать на этой ноте. Просто пару слов скажем о том, что в ближайшие выходные нас ждет матч со Спартаком, и это важный матч, потому что Локомотиву каждое набранное очко очень важно, и в целом проигрывать Спартаку ни в коем случае нельзя, никогда и ни при каких условиях. Но в данном случае это еще и очень важная история с точки зрения турнирного положения. Нам кровь из носу, нужно набирать очки, даже одно очко со Спартаком, это громадный шаг вперед для нас, и подспорье к тому, чтобы весной начать эти очки набирать в чуть большем количестве, и вообще не думать о борьбе за выживание. Ну, а если уж и думать, то все-таки с позицией того, что, ну, не дай бог, мы туда провалимся. Есть у меня все-таки надежда на то, что Локомотив гораздо сильнее всего этого, и по составу, и по инфраструктуре, и в целом. Так что надеюсь, что вот мы сейчас Спартаком сыграем удачно, затем два матча в Кубке, затем отпуск, предсезонка, нормальный тренер, ну, и уже весной мы заработаем необходимые нам около 20 очков, для того, чтобы вообще не думать о борьбе за выживание. Все, это были Еженовости. Подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Telegram, и на все, что угодно подписывайтесь, для того, чтобы не пропускать новый контент по Локомотиву. С вами был Тим, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok